Вот эта лужа стоит уже у нас, ну где-то больше 10 лет находится эта лужа. Большая лужа красуется посреди двора на солнечной поляне 5, корпус 1, круглый год. Летом она не высыхает, а зимой превращается в каток. Мои окна вот на третьем этаже выходят гораздо против лужи. Я летом не могу открыть окно даже, потому что весь запах, вся вот эта вот война, вся идет в мою квартиру. Она начинает свисти к осени, то есть ребятишки в ней летом, не знаю, купаются, кошки пьют голуби, помирают. То есть я не знаю, ну тут и запах, я не знаю, запах, ну тины какой-то, ну пропастины. Я не знаю, как правильно даже это слово сказать, извините за мой французский. Кстати, смертность голубей во дворе в этом году, констатировали жители, превысила все предыдущие годы и исчислялась десятками птиц. Голуби болеют, падают, умирают, тушек вот этих вот голубей полным-полно. Голуби садятся, инфекционные, садятся в лужу, пьют и плескаются в этой воде, потом в эту же воду идут дети. Детям негде играть, состояние детской площадки плачевное, жалуются жильцы. А лужа – результат вот, который стекают в низину со всех соседних дворов, которые находятся на уровень выше. Тут раньше был детский сад, потом детский сад, была стоянка какая-то, а потом опять сделали детский сад. И когда они все вот это прокладывали, я не знаю, как это правильно называется, слива нету. То есть, которая вода стекает сюда, там слив, они отчитали, что они его сделали, но его просто нет. Поэтому вода здесь всегда стоит. И садик жалуются, садик тоже обращались в прокуратуру. Когда сейчас пойдут дожди, осень, весной, все это растекется, лужа заходит даже в садик детский. Кстати, вода заходит не только в садик, но и доходит до жилого подъезда. За столько лет борьбы жители уже отчаялись. Писали мы, я писала Томенко, я писала, ходила в ЖКХ, ходила к депутату. А что говорят? Говорят, что вот эта вот земля-то ваша, и мы должны как бы всю лужу сами убирать. Я понимаю, мы это выбрали, мы здесь живем, оплачиваем. Но вот этот натюрморт нам не нужен. Это стыдно, понимаете, очень стыдно. Мы направили официальный запрос в администрацию города Барнаула и продолжим следить за этой темой. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.